В Рамадановском районе женщина признана виновной в убийстве супруга. 29 апреля в дежурную часть МВД России по Рамадановскому району поступило сообщение об обнаружении в своем доме тела 62-летнего мужчины. По подозрению, в совершении преступления сотрудниками полиции была задержана его 60-летняя жена. Следствием и судом установлено, что 29 апреля женщина отмечала свой юбилей. В какой-то момент между ней и 63-летним супругом произошла ссора. Когда они остались в комнате вдвоем, женщина ударила мужчину ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. В Мордовии задержан нетрезвый водитель, попытавшийся скрыться от сотрудников ДПС. Вечером недалеко от Саранска сотрудники госавтоинспекции обратили внимание на отечественный автомобиль, который мчался на большой скорости. Инспекторы ДПС подали водителю сигнал об остановке, но мужчина не подчинился законному требованию и, увеличив скорость, продолжил движение. Инспекторы начали преследование, запросив помощь у других экипажей ДПС. Для принудительной остановки машины сотрудники полиции приняли решение о необходимости применения табельного оружия. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а после несколько раз выстрелил по заднему левому колесу автомобиля. Правонарушитель был вынужден остановиться, после чего его задержали. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в текущем году он уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию. В отношении водителя составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Также дознавателям было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. В Мордовии осужден житель Вологодской области. Из-за мошенничества со ставками на спортивные события. Как установлено в ходе предварительного расследования, 26-летний мужчина ранее стал жертвой мошенника, а после решил сам аналогичным способом обогатиться за счет пользователей одной из социальных сетей. Используя присланный ему злоумышленникам шаблон сообщения, в котором предлагалось оказать помощь в проведении ставок на спортивные события, он путем случайного выбора отправил его неограниченному количеству лиц. Желающим заработать он предлагал начать с минимальной суммы, а после повышения ставки от 2 до 7 тысяч рублей. Лже-брокер забирал деньги и переставал выходить на связь, а обманутые люди стали обращаться в полицию. От действий злоумышленника пострадали 50 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Летом 2021 года в ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска Республиканского МВД совместно с оперативниками ММО МВД России Краснослободский установили личность злоумышленника. Он был задержан по месту жительства Вологодской области и доставлен в Мордовию. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью и возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В Ромодановском районе возле села Константиновка 24 августа загорелось поле. Водитель ехал с подбора сена. Внезапно с прицепного пресса подборщика для сбора и прессования сена и соломы пошел дым. Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя, но не смог. После чего принял решение выехать с поля. Из-за этого загорелись пожневные остатки. В результате сгорел прицепной пресс-подборщик и поле на площади 1 гектар. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жители села Полое Ордатовского района будут судить за убийство собаки. О случившемся в полицию 8 июля сообщила местная жительница. По ее словам, днем 31-летний односельчанин в присутствии детей выстрелил из пневматической винтовки в пасть соседской собаки, которая пробегала мимо его дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По данным следствия, повреждение, повлекшее смерть животного, обвиняемый причинил из-за опасений, что дворовый пес мог забежать в его двор и уничтожить всю домашнюю птицу и животных. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. СПАСАТЕЛИ В САРАНСКЕ В Лямберском районе разыскивают без вести пропавшего жителя набережных Челнов Матвеева Юрия Николаевича. 1989 года рождения. Днем 21 августа он ушел из здания кафе, расположенного на автодороге Саранск-Сурской-Ульяновск, в двух километрах от села Аксенова. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид мужчине 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие и русые, был одет в розовую футболку, серые джинсы. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону 39 59 56 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»